Великой Отечественной войной. Это 2,5 тысячи участников войны, более 33 тысячи тружеников тыла, а также узники конслагерей, жители блокадного Ленинграда, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Первое, на что мы направили усилие, это улучшение условий жизни ветеранов. Почти 300 инвалидов и участников войны проживают в частных домах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Мы оказали всем им необходимую материальную помощь и хочу сказать, что средний размер материальной помощи составляет 50 тысяч рублей, который позволяет провести капитальный ремонт в индивидуальных жилых домах. Хотя хочу дополнить, Александр Дмитриевич, в июле 2013 года Владимир Иванович Путин, выступая на 34-м заседании Российского организационного комитета Победы, четко сказал, что необходимо решать вопрос по капитальному ремонту домов и домовладений и квартир тех ветеранов и участников, которые не имеют права на улучшение. К сожалению, до сегодняшнего момента это решение со стороны правительства Российской Федерации никаким образом не исполнено и все полномочия по указу по решению этих вопросов, по сути, лежат на регионах. Ну, вопрос по обеспечению финансовых регионов, вы знаете, не хуже меня, и я думаю, что на ваше решение провести дополнительное обсуждение, но мне кажется, нужно уже с решением, потому что у нас остается полгода, и за полгода нам охватить всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны, которые нуждаются в таком ремонте, будет непросто. Скажу, что сейчас во всех муниципальных образованиях, городских округах области продолжается работа по формированию свободного реестра ветеранов, которые нуждаются в такой улучшении жилищных условий. Сегодня около 1600 человек в этом реестре и почти полторы тысячи человек уже решили свой жилищный вопрос. Полностью реализованы поступившие в этом году средства федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, мы планируем оказать адресную помощь на проведение ремонта жителям нуждающимся тружинкам тыла. Это уже наша программа региональная. Здесь мы тоже работаем через советы ветеранов, и средства будут выделяться из экономии резервного фонда правительства Тульской области. Также мы к этой задаче привлекаем предприятия, предприниматели региона. В общем, все необходимые меры направлены на то, чтобы к 70-летию победы решение этого вопроса завершить. Не менее важны для пожилых людей качественные социальные услуги. В уходе на дому нуждаются 8,5 тысяч ветеранов, все они охвачены вниманием центров социального обслуживания. С прошлого года Тульская область активно развивает волонтерское движение, появляются новые молодежные добровольческие отряды, которые сегодня носят значительный вклад в поддержку ветеранов и всех пожилых людей. Теперь о другом направлении работы в рамках подготовки к 70-летию победы об увековечении памяти погибших воинов. За последние два года в Тульской области поисковыми отрядами обнаружены останки более 240 воинов. Все они перезахоронены с воинскими почетами в Белевском районе Тульской области. Чтобы правостроющее поколение лучше знали героическое прошлое своей страны, мы присваиваем школам регионы имена Героев Советского Союза и Героев России. Сегодня этого почетного права удостоены 63 школы. К Большому юбилею Победы мы решили сделать максимально доступную информацию о мемориалах Тульской области. Уже в этом году на портале «Открытый регион 71» появится удобная карта с точным расположением мемориальных комплексов и воинских захоронений. Всего у нас более 350. Также будет доступна возможность поиска бойцов, захороненных на территории области по фамилии, воинскому званию, дате рождения и дате смерти. Кроме того, разрабатывается интерактивная карта боевых действий на территории области во время Великой Отечественной войны. Это информативный и зрелищный проект, который будет полезен всем, кто интересуется историей своего края. На начальном этапе он посвящен событиям 1941 года, когда на Тульской земле произошел один из переломных моментов битвы за Москву. Теперь о главных культурных мероприятиях, приуроченных к юбилею Великой Победы. 23 февраля 2015 года мы открываем новую экспозицию «Музей оружия», который сегодня входит в 100 лучших музеев мира. Будут задействованы все современные приемы, которые сегодня доступны в музее. Интерактив со зрителями, инсталляции, кинохроники. Большая часть экспозиции будет посвящена началу войны и сложнейшему периоду эвакуации оружейных производств на Урал. Я приглашаю всех коллег и всех желающих посетить Тулу и принять участие в этих мероприятиях. В марте будущего года Тулу примет у себя межрегиональный этап Всероссийского фестиваля «Солид Победы». Это праздник творчества, направленный на воспитание патриотизма молодежи, уважения и памяти наших героев. 9 мая 2015 года мы откроем обновленный Тульский Кремль. В этом году он полностью отреставлен благодаря поддержке Министерства культуры России. На территории Кремля будет открыт Музей военной истории Тульского края. Его экспозиция также во многом будет посвящена событиям Великой Отечественной войны. В Кремлевском сквере к юбилею Победы мы заложили и будет установлен памятник сотрудникам органов государственной безопасности и участникам обороны Тулы 1941 года. Хочу сказать, что к этому памятнику также будет подведен и зажжен Вечный огонь. Это единственный памятник, посвященный чекистам, у которого в стране, у которого будет установлен Вечный огонь. Отмечу, что традиция создавать памятные места, где горит Вечный огонь, зародилась именно в Тульской области. Первый Вечный огонь был зажжен более полувека назад в поселке Первомайском. И с прошлого года мы восстановили этот мемориал, и он также работает у нас непрерывно. И вся традиция Вечных огней началась именно с этого. Другой значимый проект – это возведение нового мемориального комплекса «Защитникам неба Отечества». Он увековечит подвиги летчиков в годы войны. Его открытие также приурочено к празднованию Победы 2015 года. Подводя итог, скажу, что Тульская область готовится сделать 70-летие Победы по-настоящему всенародным праздником. Провести его на самом высоком уровне, глубоко и содержательно. Творчески и сердечно, так сказал президент России Владимир Путин. Мы уверены, что мы с этим справимся. Хочу, коллеги, выступить с предложением для поднятия патриотического духа провести 9 мая одновременно во всех регионах страны песенный флешмоб, чтобы вся Россия, вся российская молодежь, старшее поколение объединил день праздника – День Победы. Спасибо. Продолжение следует...